И в общем-то, ну да, такая, блин, ну почему эту игру не доработали? Ну серьезно, добавить больше всяких вариантов разговоров, еще что-то можно было сюда добавить, опять же, больше всякой одежды, чтобы она сначала была доступна, хотя бы несколько этих одежд и так далее. Лентяй-разработчик, лентяй, блин, тогда бы она, может быть, чего-то и стоила, так. Ну типа, концепт хороший, но, блин, не он придумал этот концепт, а реализовано все не очень. В том же Sims 3, например, можно полностью переодеть своих персонажей, как угодно их вылепить, и при этом потом отношения строить тоже можно вполне себе. Так что играйте, короче, в Sims. Ну здесь, конечно, аниме-стилистика, мне она нравится, но в остальном, ну, блин, ну здесь мало чего можно делать. Вот чувство, что, блин, в Sims тоже там есть, но здесь даже хуже, здесь даже меньше вариантов действия. Так, говорить или гладить? Ну давайте поговорим. Господин Добрый, да? Чё? Ну что за тупость? Будет ли у меня возможность еще раз пойти с вами в город? А у меня нету. Я бы пошел, ну ладно. Вроде это повторы, поэтому. Остается только гладить, нечего больше делать. Мне кажется, я начинаю привыкать к этому. Привыкай, я тебя буду издеваться над тобой, буду тебя гладить. На тебе, на тебе, сволочь. На тебе, гладить тебя буду. Вам нравятся странные вещи? Нет. По-твоему, это странные вещи? У меня нету выбора. Уже нету. Раньше хотя бы был выбор взять и изнасиловать. А теперь даже и этого нету. Этим я полезна господину? Ну, в каком-то смысле. Ночь на дворе, пора готовиться ко сну. Доброй ночи. Доброе утро, господин. А где тут вариант сказать ей, чтобы она не называла меня господином или что-то вроде того? Место приставать на улицу. А почему при... А, то есть, а если бы мы выбирали там приставать, что-то подобное делать, то в таком случае там бы все по-другому пошло. Типа там, наверное, своя какая-то ветка. Но я вроде видел одного чувака, который этим занимался. Поэтому посмотрим. Значит, на улицу, естественно. Хотя сначала поговорим, давайте. Я никогда не выходила на улицу прежде. Как это? Тебя привели к нам с улицы. А сейчас я счастлива, как мне кажется. Тебе нравится на улице? Ну ты ж это... Ты не стесняешься своих шрамов? Я бы стеснялся. Конечно, в город. Это нормально для меня, чтобы сопровождать вас снова. Да, это мы помним. Могли бы сделать несколько разных фраз для того, чтобы она выходила. Или чтобы просто ничего не говорила, когда выходит. Так. Пойти в магазин опять. А после магазина можно еще прогуляться. Опять это. Приветствую, пожалуйста. Будьте как дома. Что же мне купить? И тут, конечно же... А тут нету. Так. Простое платье. То есть, видите, нету никакого выхода. Черное. А зачем ты его купил? Ты идиот, что ли? Это то же самое платье. Вещь другого цвета смотрится совершенно иначе. Бред полный. Это нормально мне носить нечто подобное. Ну мы можем все закупить. Тупо все закупить и не париться. Большое спасибо. А тут нету того цвета, который я хотел бы. Я купил фиолетовое платье. Все, давайте покупать. Это то же самое платье. Да-да-да. Знаю, что... Ты каждый раз будешь это повторять. Большое спасибо. Вот интересно. А от этого будет зависеть, какие эти мы получим? Нам же это ничего не стоит. Так, платье. Вот лента. Ленту, кстати, можно белую и розовую купить. И вот эту вот фиолетовую. Лента другого цвета. Ну, я думаю, ей белая подойдет. Потому что у нее просто волосы такие. Она чем-то, знаете, вот это вот... Ну, собственно... На оригами похожа из... Рандеву с Женю. Ну, в смысле... Волосы. Прическа, короче. Ну, только... Оригами, мне кажется, поумнее будет. Как он тут... Эй, я не могу больше покупать. А теперь мы больше не можем никуда отправиться. Одежда, да. Давай переоденем тебя. Блин, а я думал, можно сколько угодно покупать. Видимо, это специально, чтобы мы не зачиталили нифига. Жесть. И тут прямо изображено со шрамами все. А черное оно хорошо будет смотреться. Ну, не очень. Ну, вот это тоже не очень смотрится. Это не тот цвет, понимаете? Мне кажется, ей бы больше смотрелся холодный цвет фиолетовый, а не такой. Понимаете? Почему здесь не встроено, короче, этого... Круга цветов, чтобы самому можно было менять цвета. В Sims 3, опять же, там можно настроить у одежды цвет, какой ты хочешь. Раздеть? Раздеть? Слушайте. Раздеть. Эй! Блин! Нельзя раз... Это не раздеть. Раздеть это когда полный. Ладно. Ну, пусть будет черное, кстати. Так, здесь ничего нету. Лента. А белой ленты нету, да? Конский хвост. Ничего. Так, а конский хвост, он с этим идет. С лентой. Ну, ладно, пусть будет так. Лучше, чем ничего. А здесь... Заколка. Хм... Ну, у нас другой нету. Бабочек нету. Носочки. Ой, ей носочки сразу дали. Очки. Трусики. Бюстгальтер. Трусики. Одень. Я приказываю тебе одеть трусики. А можно снять трусики. Раздеть, прикольно. Ну, это как-то примитивно, мне кажется. Мне кажется, тут должны быть какие-то... Чтобы с... С... Ну, ладно. Запить. Когда уже кто-то сделает такую игру, чтобы можно было, как вот в Sims 3, вот примерно. Но, чтобы персонажей можно было полностью раздевать, одевать. Хотя, по-моему, это Second Life какая-то такая игра была. Но, я не знаю. Вроде бы Second Life загнулась из-за того, что там что-то плохо было. И почему ее нельзя повернуть? Ладно. Поговорим. Почему господин принял меня? Если бы я не принял, то игра бы закончилась. Я тебе прямо скажу. Глупый вопрос вообще. О, Сильвия начинает доверять нам. Это потому, что мы дофига одежды купили. Нужно теперь будет каждый день ходить в магазин и закупать ей дофига одежды. У нас же деньги бесконечные. Почему бы и нет? Ну, типа, если деньги бесконечные. Если бы здесь было ограничение, то уже бы я думал, там, может быть, стоит обойтись и так далее. А так будем богатеньким папочкой. Я могу чем-нибудь помочь. Погладить тебя. Вот, а когда я ее глажу, то она бесится что-то. То есть, я не знаю. Короче, в чем прикол, что когда мы с ней говорим, то она спрашивает, чем я могу помочь. А когда мы гладим ее, то она, типа, что это, что так прикольно. Ну, так ты же хочешь помочь? Вот и помогай. Гладь себя, так скажем. Как мне реагировать? Вот я тоже не понял. Я не знаю, как бы я на ее месте реагировал. Господин? Господин доктор Дик. Слушайте, я назову этого протагониста. Он доктор Дик. О, хелп ми, хелп ми, доктор Дик. Запоет скоро наша девочка. Ночь на дворе, пора готовиться ко сну. И я не понимаю, вот почему нельзя было, например, когда выбирали... Да, но я об этом уже говорил, что, типа, не было варианта спать вместе с ней, например. А это, кстати, такой компромиссный вариант. То есть, между... И не было выбора, типа, ее тупо на пол выкинуть. Она же хочет на полу спать. Вроде бы. Доброе утро, господин. Ну, давайте поговорим. Я благодарна, что вы не отказались от меня. Но то, как я живу здесь, пугает меня. А как? Ты должна... Жить. Что именно тебя пугает? Слушайте, давайте еще спросим. Было бы лучше, если бы я ничего не чувствовал. Но это я уже слышал. Куда мы должны идти? А будут варианты, куда еще идти? Это нормально, да. Да, нормально, все нормально. Ну и... Давайте опять в магазин. Будьте как дома. Ты задолбала. А зачем носки ей покупать? Я не знаю. Ну, носки точно надо фиолетовые. Пурпур. Почему они пурпурные называют? Ну ладно. И самое главное, нас не предупреждают. Это... Это носок другого цвета. Вроде того, что вы покупали мне раньше. Ну понятно. Большое спасибо. Что-то ей очень нравятся носки. Ну надо запасные, а то... Постирать же все дела. Заколка. Какую заколку взять? Или не надо вообще брать? Лента. Лента белая, наверное. Хотя... Это лента другого цвета. Правда, ничего. Так, так, так. Большое спасибо. Ну, если мы уже зашли покупать, то нужно покупать по максимуму. К сожалению, нам не получится все купить. Потому что оно автоматически нас выкидывает. Заколка, значит. Заколка пусть будет черная, допустим. Я купил черную тонкую шпильку для волос. Такс. Заколка. Это заколка, как у меня, отличается только цветом. Ничего, что вы для меня такое покупаете. Давайте остановимся на этом. Почему? Может, я не хочу. Я жду вашего следующего визита. Такс, ну... Что, попробуем переодеть носки, например. А носки, они ж не отображаются, нифига. Я не понял, в чем прикол этих носков-то. Вот так лучше будет. Ну, нет. Как-то не идет ей. Хотя, с другой стороны, она реалистичнее. Даже не знаю. Черную, белую. А сама челка, ее можно убрать? Такс. О, вот так. Типа, чтобы челка была свисала. Ну, пока что пусть будет заколка. Но вообще челка мне нравится. Такс. Тряпки. Кстати, тряпки можно надеть. Вот так. А раздеть. О, все. Вот так вот и держать, да. Значит, эм... Угу. Простое платье. Ну, пусть будет черное. Ладно, давайте сбросим. Сбросить все. Такс. Нет. Слушайте. Эй, это фигня какая-то. Опять одежда. Что за фигня? Бесит. Как же меня это бесит. Во. Воу. Так вот, кстати, лучше подходит. Допустим, пусть будет голубая заколка. Дальше. Носки, конечно же. Я не вижу смысла в носках вообще. Какой в них смысл? Зачем? Ну, пускай будет. Так, сохранить. И назад. Зачем здесь кнопка сохранения, если оно и так все сохраняется по умолчанию? Ну, ладно, поговорим. Я люблю сладости. Вот до этого их и не пробовала. Эй! Если ты... Как это глупо. Да, начинает доверять нам. Аж 50. 50. Погладить. Гладим, гладим, лимонадим. Пути-пути-пути. Это то, что называют добротой. Нет, это называется... Петтинг. Это ведь называется петтинг. Так ведь. Я не могу выразить это чувство словами. Не знаю, так помурлыкай, как кошечки делают. Как по мне, это выход. Мне это нравится? Возможно. Вполне возможно. Шо тебе это нравится? Ночь на дворе. Пора готовиться ко сну. Раньше, значит, не нравилось, а теперь привыкло. Вот видите. Я вот не понимаю. По идее, людям должно по умолчанию нравиться, когда их касаются. Ну, хотя нет. На самом деле нет. Типа она привыкла. И она типа нас воспринимает как... Как своего, так скажем. И поэтому ей начало нравиться. Да, я заметил, что типа прикосновения могут нравиться только если ты уже привык к человеку. Я вот не знаю, как вообще вот... У меня такая же фигня. То есть я не могу просто взять и переспать с незнакомой девушкой. Нужно типа сначала там с ней пообниматься, что-то такое сделать. А иначе как бы и возбуждения не будет, и будет какой-то страх, и как бы от объятий не будет удовольствия. То есть это все чистая психология получается. Прикосновения могут как быть противными, так и нравятся. Вот у некоторых девушек, типа когда их там изнасиловали, им это понравилось, и они типа не подают в суд. Ну, по-разному бывает причиной, типа почему они не подают там. Ну, не подают в суд, а не идут типа в ментовку говорить о том, что их изнасиловали. Ну, то есть есть такое, что типа она восприняла, как будто ей понравилось, а есть другая ситуация, когда она восприняла, что ей это не понравилось. То же самое, парадокс добровольности. То есть одни и те же действия. Если они добровольны, они воспринимаются как что-то хорошее. Если они добровольны, то как что-то плохое. Доброе утро, господин. Ну, поговорим. У вас не так много гостей, если не считать пациентов. А, вот, кстати, видите, носок виден. То есть он все-таки где-то отображается. А у нее туфли есть вообще? Или она по улице в носках ходит? Пойти в город. Задолбала. Ну, в этот раз, я думаю, стоит прогуляться просто. Давайте сделаем небольшой перерыв. Присев на край фонтана, Сильвии что-то там начинает. Это, кстати, очень странно, что она что-то начинает. Так, памяти нету, чё? А как мне это убрать? Назад. Сильвия продолжает молчать. Я пропустил что-то там. Так. Можно еще прогуляться здесь. По мере того, как молчание продолжалось, Сильвия, кажется, становилась несколько неловко. На главную улицу пойдем. Я иду в магазин тем же путем, что и всегда. Какой магазин? После прогулки Сильвия останавливается на мгновение. А, простите, ничего. Сладкий запах пронзает мой нос. Похоже, что соседнее кафе привлекло ее внимание. Хоть еще и рано, но мы пообедаем. Рано. Та, они вообще, походу, не едят. Мы будем обедать здесь? Добро пожаловать. О, кстати. Интересно. Разноцветные глаза. Что-то она какая-то долбанутая, что ли. Официантка. Как только мы вошли в кафе, официантка со странной манерой речи буквально подлетела к нам. Столик для двоих? Отлично, вот сюда. Я сел за выбранный столик с Сильвией. Такс. Полистал меню, я решил заказать сэндвич. Сильвия медленно огляделась. Ее глаза остановились на блинах, которые были заказаны посетителям рядом с нами. Сильвия будет есть. Че? Что он так говорит? Или он не говорит, а думает? Блины или сэндвич? Ну, сэндвич, блин, и дома вроде мы можем ей дать. Почему выбор только из двух? Пусть блины. Она ж хочет. Пусть то, что она хочет, то и ест, а не то, что я хочу. Ну, у меня-то был выбор, типа. Это уже как какая-то власть. Сильвия выглядит заинтересованной, когда смотрит на блины. Закажу я их. К тому же, мне кажется, они вкуснее. Сэндвич дома можно сделать. Зачем вообще в кафе идти, чтобы сэндвич заказывать? Это ж глупо. Через некоторое время официантка принесла наш заказ. Ах, это для меня. Кстати, вот интересно, как тут, может быть, какие-то есть кнопки особые? Альт. Я раньше не ела их. Ах, это для меня. Так, я раньше не ела их. Что-то там. Эскейп. Не работает. Шрифт, контрол. Это правда мне? Контрол, значит, пролистывает. А, вот. Короче, колесико мыши, если вверх зафигачить, то можно просмотреть все эти реплики старые. Ох. Но как это включать, я хз вообще. Слушайте, а тут оно как-то не в полную эту. Не в полный экран. Может, как-то можно растянуть это на полный экран. О! О! Другие какие-то настройки. О! Блин, вот эти настройки я искал. Так, эффекты X-сцен. Что? Эффекты X-сцен? Сердечки? CG-режим? Хм, мне нужно погуглить на счет. На новую... О! Слушайте, вот это да. А, на новую одежду? Ну, фиг его знает. Отображать выборы в X-сценах. А это как? Тут, короче, очень много всяких X-сцен. И мне как бы... Я не хочу X-сцен. Мы будем стараться не давать ей. Да. Мы будем девственниками. Будет единственное прохождение девственника. Доктор-девственник. Предпочитать это внутрь. Предпочитать это внутрь. Не знаю, что такое это. Но звучит интересно. В общем, я, наверное, не выдержу. То есть... Ну, я впервые такое прохожу. А нельзя полный экран. В окне-то... Ну, и так в окне. Что-то настроек тут никаких и нету, по сути-то. А по-моему, там F-10 или F-12. Это правда мне так. F-10. Ничего не работает. Да. Чтобы убрать вот это. И как бы... Спасибо. Ммм... Полная фигня. Ммм... Она мягкая. Вкусно. Силия всегда очень робкая, когда ест. Она медленно помещает кусочек блина себе в рот. Я даже немного удивился. Улыбается, что ли? Ммм... Спасибо. Это было вкусно. Очень. Большое спасибо. Впервые на ее лице появилась еле заметная улыбка. Может быть, она заметила, как ведет себя, потому что она сразу же вернулась к своему обычному невыразительному поведению. Я закончил ей свою порцию. Нужно купить еще пару мелочей и можно отправляться домой. Да, кстати, в магазин, может быть, зайдем. Эй, нас вернули домой. Ты же сказал купить пару мелочей. Ух, зараза. Ну ладно, поговорим. У вас не будет проблем, если меня увидят с вами. Вот об этом я в самом начале игры думал. Сейчас уже, думаю, не будет, потому что ты ж вроде бы одета неплохо. Да, у тебя выглядывают шрамы, но не так сильно. Сильвия начинает доверять нам. Нам? Мне? Ну, точнее, доктору. Доктору Дику. Как я и думала, даже врач не может заставить эти шрамы исчезнуть. Ну, потом, я думаю, все будет. Мне почему-то так кажется. А, кстати, видите, вот утро, день и ночь. И вот эти вот подушечки, видите, это, скорее всего, собственно, действия, которые мы можем сделать. То есть, вот утро, потом раз-два действия, потом день идет, потом еще два действия и ночь. И тут еще какие-то действия, наверное. А вот это что за кнопка? Ну, я не буду, наверное, это может быть рестартануть. Все нафиг. Сильвия смотрит в окно. Может, она вспоминает, как гуляла. Но на дворе... Ночь на дворе пора готовиться к сну. Доброй ночи. Мы здесь ради диалогов, и тут нету никакого лимита по времени, поэтому... Слишком много гладить ее не вижу смысла. Доброе утро, господин. Ну, че, опять поговорим. Вопрос. Наши глаза встретились, но она не сказала ни слова. Пойдем на улицу. У нас и выбора нет. Задолбала. Каждый раз спрашивает одно и то же. Прям как мои подписчики. Тоже одно и то же. Пишут под видео. Это бесит. Так. Ну... Прогуляемся. Давайте сделаем небольшой перерыв. Присел на край фонтана, Сильвия зовет меня куда-то там. Вы загружены? Давайте вот так. Вот. Сильвия зовет меня сесть рядом с ней. Во. Сильвия, вы загружены работой? Та не похожа. Сильвия робко пробормотала. Давайте дальше гулять. Сильвия оглядывается по сторонам на городской площади. Я не могу прочитать выражение ее лица. Пойти в магазин давайте. Я зашел в магазин одежды. Может есть что-то новое? Приветствую. Пожалуйста, будьте как дома. О, она в новой одежде. Тоже перекрасила, короче, свою одежду. Любит она перекрас... Короче, тут все перекрашивается тупо. Ну это да, это легко. О, перекрашивать одну и ту же одежду. Взял, наложил фильтр тупо на ПНГ-картинку. И вот тебе новый цвет, все дела. Что же мне купить? Оплатил-то и нету. Носки пусть будут сиреневые. Вот с заколкой нужно, конечно. Лента. Ленту давайте черную еще купим. Эй! А, лента другого цвета. Большое спасибо, все дела. Это понятно. Тебе все, спасибо. А, ну мы вот эти вот купили, а вот эти еще не купили. Вот с заколкой что делать? Может быть белую купить? Да. Или фиолетовую. Вот это вот. Даже не знаю, какая лучше. Но дело в том, что ей не идет фиолетовый. Почему-то. Я даже не знаю, почему. У меня просто чувство вкуса появилось внезапно. Эта заколка, как у меня, отличается только цветом. Да-да-да. Может все-таки выключить ее радостность. И давайте фиолетовую. Пурпурную. Да она не пурпурная. Пурпурый это такой красный цвет. Пурпурный и фиолетовый это разные вещи. Жду вашего следующего визита. Так, ну что ж, давайте переодевать. Доктор-извращенец. Хочет переодеть ее. Эй. Эй-эй-эй. Что за лаги? А, это лента. Слушайте, а лента черная и больше идет? Вроде больше. А вот заколка фиолетовая. Ну, норм, конечно. Белая. Тоже неплохо. Тоже неплохо. И черная. Ну, черная. Как-то... Не очень. Давайте белую, да. В контраст с ленточкой. Или можно ленточку белую, а заколку черную. Но лучше вот так вот, мне кажется. Ей вообще черно-белый очень хорошо идет, мне кажется. Так нарисовано просто. Носки пусть будут сиреневы, потому что они все равно не видны. Почему нельзя вот это повыбирать? Все. Так и лучше. По крайней мере, это платье мы настроили. Норм. Ну, ее-то тут и сделали, как горничную. Давайте поговорим. Господин ведь доктор. Просто... Да-да-да. Скромный. Прям таки скромный. Давайте гладите. Остается только это делать. Спасибо вам большое. О, нифига себе. Подойдет. Так. Ну, раз спасибо, то на тебе еще. Я чувствовал тепло. Так, это я уже читал. Вон там что-то. Чувствует что-то тепло. Где-то. Ночь на дворе. Пора готовиться ко сну. Как-то быстро. Доброй ночи. Доброе утро, кашель. Девочка выглядела усталой и очень пледной. Похоже, она заболела. Та она и обычная. Пледная. Простите. Кажется, я простудилась. Я положил руку на ее лоб. Легко прикоснувшись, я уже понял, насколько силен жар. Позаботиться, конечно. Ну, я не могу не позаботиться. Ну, блин, это аж выгодно нам обоим. Ну, типа, если он развлекается тем, что гладит ее, он не будет ее гладить, когда она больная, ну, я думаю, от этого хуже не станет. Я уже уложил ее на свои кровати и приготовил кое-какие лекарства и пищу, которая легко усваивается. Господин, вам не нужно так много делать для меня. Я всего лишь простудилась. Не волнуйтесь, такое уже бывало. Он просто извращенец, который хочет, короче, не знаю, лизать твои сопли или я не знаю, чем он там хочет заниматься. Я просто полежу день или два, и все будет как прежде. Хотя это может быть просто простуда или дрожь. Нет ничего лучше, чем предупредить болезнь. Он доктор. Блин. А лекарства? Лекарств у тебя нету? Антибиотиками ее накачай. И потом можно что-нибудь сделать такое. Как я и думал... Блин, антибиотиками накачать? Это типа как наркотиками, только по-другому пишется. Как я и думал, состояние Сильвии не улучшилось через некоторое время. Ее тело, вероятно, слабое от того, как она лечилась, прежде чем приехать сюда. Ей может быть просто холодно, но она вся дрожит. Лучше перебдеть, чем не топтить. Садолбали уже. Плохой перевод. Кстати, у нее румянец нализает на глаза. Могли бы потереть вообще-то. Когда я болела в прошлый раз, это не длилось так долго. Ну, потому что я не могу позволить ей оставаться в этой потной одежде, поэтому я заменил ее. Вот забавно, что нам не показали, как он это делал. Типа там раздел ее, там что-то сделал. Хриплый голос Сильвии был слабым. Она не смогла скрыть свою боль из состояния. Ну, я делаю все возможное, но Сильвия все еще горит. Простите меня, мне очень жаль. Сильвия извиняется во время сна. Кажется, у меня был кошмар. Я вытер ее лоб и нежно погладил по голове. Кажется, что это освободило напряжение, созданное в ее миниатюрной груди. Че? Ладно. Как трогательно. Доброе утро. Мне намного лучше. Я приложил руку к ее лбу. Самое забавное, что она говорила, вот, я раньше никогда так долго не болела, типа, и все дела. Но понимаете, в чем прикол? Что, типа, она болела один день или даже меньше. То есть, тупо ночью поболела, а утром все прошло. То есть, она никогда даже дня не болела в своей жизни, да? Должно было быть это немножко, я не знаю, длительнее и не так рано в игре, как по мне. Я приложил руку к ее лбу. Похоже, что ее лихорадка спала. Извините меня за это, я не хотела заставлять вас так возиться со мной. Но мне уже лучше, правда, я снова могу помогать по хозяйству. Со мной все в порядке. Большое вам спасибо. Но ты же не помогаешь нам по хозяйству. Я же выбрал не помогать. То есть, понимаете? Не учитывается, не учитывается в реплике, что я выбрал не помогать нам. Она, типа, бездельница, все дела. Ну и нормально. Потому что нафиг. Хватит ей быть рабыней. А то еще будет часто болеть или еще что-то. Доброе утро, господин. А сиреневые носки привлекают внимание. Бросаются в глаза. Давай поговорим. Я вижу знакомое лицо. Че? Это она видит или он видит? О, уже 74. Ну давайте разок погладим ее. Чтобы повысить до 75, наверное. О, уже. Видите? Лицо, кстати, меняется. С каждым поглаживанием. Хватит. Хватит. Ты больше не нуждаешься. Вот, видите, 75. То есть, каждое поглаживание дает плюс один. Все, на улицу. Куда мы должны идти? В город. В город, в город, в город. Вы снова собираетесь наружу, конечно. Так, позвольте мне сопровождать вас. О, кстати, изменилась тоже реплика. А то она говорила, можно мне, типа, тоже с вами идти. А теперь уже привыкла и позвольте сопровождать вас. Мы прибыли в город, но куда нам идти дальше? А есть что-то новое? Ну... Прогуляться. Давайте сделаем небольшой перерыв. Присел на край фонтана, Сильви зовет меня. Так. Она пытается не выделяться. Поглядывает вокруг. Ну, в общем, типичный Хикан так себя ведет. А не Раб. Ну, в смысле, Хикан, не знаю, Раб. Ну... Не знаю. В общем, странно. Ну, то есть, у одного и того же действия может быть несколько причин. Можешь ты быть просто социофобом. И не обязательно для этого быть рабом. Похоже, Сильви пытается избежать зрительного контакта с горожанами, когда они проходят мимо. Ну, это хорошо. Не найдет себе другого хозяина, значит. Так. Пойти в кафе, в магазин. Но я не уверен, есть ли там в магазине что-то интересное. Давайте еще прогуляемся. Мне интересно, найдем ли мы чего-то здесь. Не люблю кафе вообще. На лице Сильвии появился тусклый оттенок разочаровать. Это плохо. Ну, тогда пойдем в кафе. Я не был сильно голоден, но было бы неплохо перекусить чего-нибудь. Мы с Сильви зашли в кафе под вечер, да? Что-то новое, да? Добро пожаловать в столик для двоих. Официантка показала нам наши места. Что интересно сегодня предложат? Надеюсь, будет что-то другое. О, торт! Она вроде бы хотела торт или не хотела торт. Ну, нам это бесплатно, поэтому тортик. Может, у нее день рождения. Даже там что-то разочарованное было. Через некоторое время официантка принесла наш заказ. Только вот я так и не понял, как убирать вот это все вокруг. Я даже не знаю. То есть, спринт-скрин и все остальные вещи, они ж не работают так, да? Через некоторое время официантка принесла наш заказ. Так, я видела это раньше, но я ем его впервые. Я действительно могу это съесть? Ну, тогда я попробую. А где ты его видела раньше? Тут анимация есть. Это, кстати, прикольно. Так, клубника одновременно мягкая и кисло-сладкая. Ну. Это... Это слишком скупое описание. Очень вкусно. А зачем она рассказывает о том, какова на вкус клубника? Хотя вдруг тот, кто играет в эту игру, не знает, какова на вкус клубника. Тогда ему надо не играть в игру, а купить клубнику и съесть. Спасибо за еду. Пожалуйста. Мне не жалко, все бесплатно. Угощайся. Это было вкусно, очень вкусно. Спасибо вам. Ну, симулятор поглаживаний. Продолжаем поглаживать. Всяких аниме-подобных тянок. Сколько у него там состояния? 77. Как-то слабовато, если честно. А ну-ка поговорить. Она выглядела будто чем-то очень обеспокоенно. Что-то случилось? Тон ее голоса звучит намного мягче, чем раньше. Ну. Погладить перед сном? Ну, давайте погладим ее перед сном. Пути-пути-пути-пути. В ней пропало то беспокойство, которое я чувствовал раньше. Пути-пути-пути. Я, кстати, полностью прохождение не смотрел этой игры. То есть, вот это вот все, это я впервые вижу. Если что. Ночь на дворе, пора готовиться ко сну. Как-то спокойной ночи. Никакой свободы нет. Где выборы из десяти вариантов? Я хочу выборы из десяти вариантов. Доброе утро, господин. Ну, давайте. Когда. Когда я сплю одна, я чувствую себя такой беспомощной. Все понятно. Но теперь я с вами, я могу немного раз. Но ты же не с нами спишь. Что-то странные какие-то. Сочетание фраз. Вы снова собираетесь наружу. Так, тогда, пожалуйста, позвольте мне сопровождать вас. Мы прибыли в город, но куда нам идти дальше? Давайте, пожалуй... Давайте прогуляемся. Вдруг она что-то интересное скажет. Прогулки ей полезны. Давайте сделаем небольшой пиржик. Присела на край фонтана, Сильвия завезла сесть рядом с ней. Что-то не так. Сильвия повернулась в мою сторону, и наши глаза встретились. Вот что-то новое. Давайте еще прогуляться. Сильвия оглядывается постоянно на городской площади. Выражение ее лица было настолько, несколько спокойнее, чем раньше. Ну и теперь магазин. Ну и теперь магазин. Я зашел в магазин одежды. Может, тут что-то новое есть. Приветствую, пожалуйста, будьте как дома. Что же мне купить? Да, без рукавов что-то новое. Безрукавка. Ну, а здесь ничего так и нет нового. Ну, без рукавов это плохо. У нее шрамы. А со шрамами без рукавов ходить, это так себе. Давайте, конечно, посмотрим. Такое же черное ей купим. Какое легкое и необычное. И столько ленточек, оно милое. А я его не вижу. Почему мы не можем посмотреть, как только купили? Спасибо вам большое. Да. Уже скоро пора закругляться. Кстати, оно может быть розовым. Безрукавное платье может быть розовым. А с рукавами не может. Что-то еще нам нужно? Ну, если уже покупать, то покупать по максимуму. Это то, что я точно знаю. Может, розовое купим? Оно ж не зря здесь такое есть. Это то же самое платье. Да, да, да. Это нормально носить мне что-то подобное? Розовое платье? А ты хочешь? Слушайте, мне кажется, ей нравится розовый цвет. Большое спасибо. Может, оденем его в розовый? Слушайте, это будет прикольно. Давайте тогда. Ну, розовые носки, пожалуй, не надо. Мы их все равно не видим никогда. Персиковую. Персик? Почему персиковый? Попробуем ее оттеть. Это лента другого цвета. Правда, ни у чего, что вы для меня все это покупаете. Большое спасибо. Давайте остановимся на этом. Ну, в общем, на каждый раз три покупки. И лучше делать все три покупки. Почему? Мне кажется, что от того, сколько вещей мы купили ей, зависит то, насколько повысилось наше отношение. Видите? То есть, именно поэтому нас ограничивают в покупках. Потому что каждая купленная вещь, она, естественно, увеличивает наши отношения. Значит, что дальше? Одежда, естественно. Какая довольная. Довольная няша. Так, ну давайте посмотрим черное без рукавов. Интересно, кстати, смотрится. Но, блин, ну шрамы. Меня это бесит. Ну, зато здесь, вот здесь, прикрывает шрам. И как вообще у него может быть на глазу такой шрам, какую, не знаю, ведьмака какого-то? Или я даже не знаю. Или ты хочешь розовое? Интересненько выглядит. А, розовое! Давайте попробуем ее в розовое одеть. Поиздеваться, так сказать. Заколки розовой нет. Ну и фиг с ним. А вот, эй. Носочки. Так, заколка. Лента. Вот, персиковая лента. Никакая она не персиковая. Она розовая. Красава, да? Нифига себе. Ну, мне, конечно, черное больше нравится. Но вдруг ей что-то будет больше нравиться. О, смотрите как. Мне кажется, она более довольна, что ли, стала. Господин Добрый, да. Задолбала. Знал бы. Не называй меня Добрым. Я чудовище. Я тебя глажу каждый вечер. Почему-то кажется, что я уже привыкла к этому. Я уже давно заметил. Все хорошо. Это не неприятное чувство. Типа, она что, этого успокаивает его, что ли? Ночь на дворе. Пора готовиться к осы. Спокойной ночи. Доброе утро, господи. Давайте поговорим. Этого следовало ждать от врача. Спасибо за заботу, хозяин. Я чувствую себя намного лучше. Душой и телом. О, новые реплики, что ли? Ну, пожалуй, все-таки пойдем на улицу. Пойти в город. Ну. А сколько максимум, интересно, можно отношений добыть? Наверняка больше ста. Вы снова собираетесь наружу? Тогда, пожалуйста, позвольте мне сопровождать вас. Возможно, кстати, я позже буду пропускать некоторые вещи. Ну, однообразные. Там в настройках надо еще поковыряться. Так, в городе. Ну, давайте прогуляемся. Давайте сделаем небольшой перерыв. Присел на край фонтана, Сильви зовет меня сесть. Она выглядит немного тревожнее, чем когда находилась дома. Ну, не похоже, что это очень больно. С чего ей вообще больно должно быть? Больно гулять? Это даже у Хикану, наверное, такого нет. Ну, в магазин, наверное, не пойдем. Хотя Сильви время от времени поглядывает вокруг, она пытается не выделяться. Ну, блин. Не получится у нее в розовом-то платье, я думаю. Похоже, Сильви пытается избежать зрительного контакта с горожанами, когда они проходят мило. Но это уже было. Давайте пойдем в кафе тогда. Вот в таком платье только в кафе ходить. Я не был сильно голоден, но было бы неплохо перекусить чего-нибудь. Мы с Сильви зашли в кафе. Так, опять что в этот раз? Наши места. Опять блины или торт? Ты любишь тортики? Блин, надо было сэндвич тогда заказывать. Может, ей бы сэндвич понравился? Ну, давай блины. А то одними тортами питаться у нее в жопе слипнется. Точнее, в попочке. Конечно. Но я даже не знаю, что более смущает будет, типа. И зачем вообще упоминать это место? Ладно. Эти блины выглядят вкусными. Они и должны ими выглядеть, иначе... Иначе зачем их подают в кафе? Ну, давай попробуем. Сироп имеет сладкий аромат. По-моему, в прошлый раз она этого не говорила. Ном-ном. Оно такое воздушное и вкусное. Спасибо за еду. Это было вкусно, очень вкусно. Слушайте, может быть... Хотя, слушайте... По сути, мне нет никакой разницы. Буду я снимать вот так вот в окне? Не растяну там. Или же я буду снимать, в общем-то... Сделаю видео 1024 на 768 в каком-то, короче... В другом разрешении. Потому что все равно на YouTube оно будет отображаться именно в широкоформатном. Спасибо вам. Такс. Ну, давайте переоденем, естественно. Это must have. Нет, ей розовый не идет. К тому же она смущается всех. Наденем тебе это платье как-нибудь в следующий раз. И черное ей тоже не идет. Во-первых, оно, видите, тут какое-то слишком черное. Странно. Ну, типа... Как на BDSM какой-то похож. В общем, мне BDSM не очень нравится. Латекс, я имею в виду. Латексный BDSM говно. Значит... И, типа, на руке шрам. Пока не убрали шрамы, если мы вообще сможем это когда-то сделать. Лучше с длинными рукавами ее надевать. Так будет красивее. Ну, я, конечно, не специалист. Так же... Белую или черную? Черную давайте. Ну, то вот как она и была. Такая леди. Няшная. В фиолетовых носочках. Сохранить. Все. Давай. Интересно, это как-то повлияет на что-то? Кстати, по-моему, у них даже поза разная в разных одеждах. Ну, что, поговорим? Я несколько раз болела в прошлом. Я принимала лекарства и отдыхала, но... Но отношение ко мне после выздоровления было хуже, чем обычно. Ну, надо, значит, лучше к ней относиться, чем обычно. Я должна постараться больше не болеть. Я тоже не люблю болеть. Слушай, так не по этой причине, не из-за того, что к тебе относится, а просто потому, что болеть неприятно, как бы, да? Я не хочу доставлять неудобства господину. А я тоже не люблю болеть, но не потому, что, типа, кому-то неудобства доставлять. Хотя... Это тоже потому, что могут отпиздить, если ты будешь болеть. Ладно, шучу. Да. Господин, вы же не откажетесь от меня, правда? Простите, пожалуйста, забудьте все, что я только... Что сказала? Отказаться из-за чего? Ладно. Ночь на дворе, пора готовиться ко сну. Господин. Господин, вы правда не будете делать мне больно? Ну... Эм... Как сказать? Дефлорация считается больной. Ладно. До того, как я попала к вам, каждый день мне делали так больно. Не, в этом смысле не больно. Такс. Я плакала и смеялась. Я думала, что от этого что-нибудь изменится. Но мне все равно делали больно каждый раз. Смеялась, когда тебе делали больно? Я не могла ничего поделать и просто приняла это. Не знаю, смогла бы я это вытерпеть, если бы не попала к вам. А смысл-то терпеть-то? Ну, в смысле, она бы продолжала терпеть и все дела. Вот почему я старалась ни о чем не думать. Вот почему я так подумала. Я перестала плакать, когда мне было грустно. Самое забавное, что всякие ублюдки наверняка играют в эту игру, но потом в жизни, короче, берут и обижают кого-то. Ну, то есть... Очень лицемерные люди, в общем-то, постоянно. Потом идут, короче, и пишут всякие гадости у меня в комментариях. Вот так вот посмотрят. О, какая милая девочка, там все дела и так далее. А друг друга потом пиздят, унижают и плевать. Наоборот, даже если человек себя ведет как-то вот так вот безобидно и замучено, то они еще больше его гнобят, потому что, собственно, слабых надо гнобить, все дела. Но это, кстати, не только у школьников каких-то, но и, кстати, взрослые точно так же. То есть иерархия по какому принципу строится. Кто самый большой пидорас, тот правит. Собственно, поэтому у нас и государства такие фашистские и так далее. Или улыбаться, когда я чувствовала себя счастливой. Так. А что до этого было? Ну ладно. Потому что все равно ничего хорошего не происходило. Никогда. Когда я впервые пришла сюда, господин не сделал мне ничего плохого. Я думал, что вы, возможно, и отличаетесь от всех, кого я встречала до сих пор. Но я пыталась не давать себе повода думать об этом. Если я надеюсь на что-то и меня снова предадут, я не думаю, что выдержу это еще раз. А как я... Как он тебя предать должен? Это ты в его власти, по идее. Ты в его, сука, власти. И как бы... Он тебе ничем не обязан. И вообще. То есть, странный вопрос. У вас был какой-то договор какой-то. Тут же ж не было никакого там договора, там брака или чего-то такого. Даже до сих пор господин был таким добрым и теплым. Рука у него, что ли, теплая ко мне. И я не знаю, что делать. Господин, я... Могу ли я... Могу ли я, правда, доверять вам, господин? Погладить по голове просто. Я не предаю. А где вариант, типа... Ударить в лицо, например. Или отшлепать по попке. Господин всегда был так добр. И никогда не предавал меня. Я буду очень стараться быть для вас полезной, господин. Поэтому, когда я буду смеяться или плакать, пожалуйста, не бросайте меня. Чё? Пожалуйста, всегда будьте моим добрым, господин. Но это всё сделано, вы поняли. По такому принципу. Доброе утро, господин. Видите, у нас нет никакого выбора. То есть, погладить это же тоже символ того, что, типа, я тебя понимаю, да, я поддерживаю. Нет варианта взять и побить её или ещё что-то. А он должен быть. А если бы мы вначале её там изнасиловали или побили, скорее всего бы после этого всё закончилось. Она бы там умерла от этого. Или что-то подобное. Но, с другой стороны, может это и к лучшему, что здесь нет плохого варианта прохождения игры. И вообще нет прохождения. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.